экономика слишком сложное дело чтобы доверять его экономистам вернее дело слишком ответственное ну а что же нужно сегодня государству как раз в условиях когда разворачивается острой социально-экономический кризис когда особенно явно бессилие экономистов об этом мы разговаривали с нашим дорогим другом с автором ни одной книжки с максием калашником с директором института демографии миграции регионального развития юрий васильевич и крупного здравствуйте здравствуйте ну что ж юрий васильевич запал темы ясен сейчас можно ли говорить вообще о состоянии состоятельности экономистов того кого мы называем этим словом это все эти последние события мне кажется надо понять что помимо того что есть еще неолиберальная секта которая задает себя как экономистов подается как экономистов но главное что мы видим по сути четверть века коту под хвост кроме деиндустриализации страны утери технологического суверенитета а за ним и политического мы по сути ничего не получили поэтому эти 25 лет как раз прошли под знаком экономики то есть все ради экономики экономисты знают как надо и даже если берем самые недавние какие-то события но просто это вещи даже они не возможно для критики не просто смешные как детсадовский вот например грех говорит 2 октября на форуме россии зовет он говорит вот сейчас 39 рубль 39 рублей за доллар но доллар отскочит и так далее тому подобное да мы знаем что за октябрь за всего лишь один октябрь 39 до 45 рублей вырос доллар то есть я уж не говорю что там произошло дальше или скажем берем рпк рбк вроде бы серьезное влиятельное телевидение медиахолдинг и что они пишут они пишут что на самом деле вот цитирую кудрин сократил внешний долг российской федерации накопил золото валютный резерв то есть когда он был министром финансов то вот он это сделал но все же понимают я специально даже в своем же же поместил элементарный график динамики цен мировых цен на нефть из которых было ясно что эта цена на нефть позволила нам как так более-менее рассчитаться с внешним долгом с колоссальным и накопить в общем-то неплохие золото валютный резерв ну причем здесь министр финансов кудрин то есть вот по даже по таким простым казалось бы вещам на самом деле мы видим что в общем-то нету никакой прогностики но хорошо возьмем минэкономразвития почитаем полугодичной давности прогнозы на четырнадцатый наконец и на пятнадцатый год да ну они просто не адекват они просто не адекват не по уровне инфляции инфляция более 10 а соответственно речь шла о том что может быть 7 превысит 7 инфляции процентов да соответственно я уж не говорю про цену на нефть про бюджет который верстался из расчета 100 долларов за баррель и так далее поэтому вот если мы посмотрим то на самом деле вообще возникает какое-то чудовищное впечатление что даже сердиться не за таких людей это детский сад понимаете это детский сад безответственно никто не понес никакой ответственности и вот пример просто то чтобы понимать все таки уже в разряд не просто совершенно неадекватных предсказаний там велеречивых заявлений а уже серьезные вещи вот тот же грех 2004 год идет заседание правительства рассматриваются вопросы кстати региональные самолета тут же ту 334 нам с вами хорошо известны за которой мы бьемся и что говорит грех он говорит господа ну понимаете еще жигули то можно понять это консервная банка которая есть по шоссе по дорогам а вы что хотите российские самолеты чтобы наши граждане падали с этих самых так сказать российских самолетов которые консервные банки и так далее и сегодня когда все выросло в ценах в долларовых ценах когда у нас все самолеты импортные у наших авиакомпаний когда все авиакомпании включая аэрофлот они полностью заложники этого импорта в том числе все запчастей детали обслуживания стандартов и так далее и в конце концов тот же суперджет который на 60 70 процентов из и портных деталей который совсем сейчас в тупике он и без того так сказать тупиковый самолет тоже в тупике да и вот смотрите это вице-премьер грех на заседании правительства по сути убивает зарезает возможности для российского авиапрома понимаете и этот человек сидит вещает со сбербанка с позиции выступает там на радио телевидении с какими-то так сказать глобальными прогнозами вот на мой взгляд но уже к этому как кроме как театру абсурда относиться иначе нельзя да ведь можно действительно ведь грех не случайный человек он ворочает миллиардами он возглавляет системообразующий банк страны но центробанк аж поважнее можно вспомнить гурвича главу прогнозной службы мимфина который говорит на полном серьезе говорил что надо закрыть отечественные переработку снизить вывозные пошли на нефть и пользоваться импортным бензином все так будет легче это договорился на полном серьезе много раз с вами или василищ сталкивались тем что экономисты это особая статья это особые люди но это все равно что я не знаю каких-нибудь священника поставить сюда не обидственные священники рассчитывать на траекторию движения космической космического аппарата экономисты по природе не может понять некоторых вещей они не понимают роли научно-технического прогресса они не понимают они обозначают разделение труда все разделить до последнего винтика и разбросать по странам то что можно создать какой-то принципиально новый товар они это тоже не понимают но действительно хорошо там ниша хазин он может высказать что через две недели будет старик хорошо что ты позвонил 7 недели крак доллара но мы все знаем что сказать некоторые элементы шоу-бизнеса понимаете вы правы абсолютно но речь конечно идет о нынешних экономистах а не о тех в частности например советских хозяйственников которых тот же греф на том же форуме кстати я сейчас вспоминаю 2 октября россии зовет он говорит вот это жгучая советская некомпетентность и к на экономистов они не понимали что такое экономика и так далее но вы понимаете это это страна которая абсолютно конкурировала со всем капиталистическом миропорядком во всех отраслях понимаете по сути было самодостаточной по основным всем показателям по базе который изобрела территориально-промышленные комплексы и успешно начинала их осуществлять и организовывать которые за шесть месяцев начала войны перебазировал более полутора тысяч крупных промышленных предприятий на тысячу и более километров на восток понимаете в этом смысле вот это конечно я не хочу обижать экономику экономистов но это еще конечно и просто люди немножко неадекватные с точки зрения реальных проблем они же не отвечают ни за что ну кто вот я допустим в апреле 11 года есть просто документальные средства я писал что 50 65 долларов будет цена барреля нефти в конце четырнадцатого года будет катастрофа четырнадцатого года тот кризис который называли кризисом это не кризис а первый звоночек восьмой девятый год а соответственно кризис на ждет конце четырнадцатого года вот я писал то три с половиной года назад и меня просто удивляет так сказать что еще полгода назад собственно ну посмотрите все данные да и мы видим прекрасно душные прогнозы и разговоры о том что цена на нефть она вечна или сейчас идут прогноз что годик-другой через два года максимум отскочит так сказать цена на нефть и так далее то есть вот вообще кто это вообще в каком мире эти люди живут это вот один но за этим стоит на самом деле почему я по советский союз вспомнил по оценке греху советской экономики стоит абсолютно мой взгляд непонимание вообще природы советской экономики которая во многом опередила и западную их по крайней мере было абсолютно вроде почему потому что я считаю что это была проектная экономика развития который нам и надо строить заново проект на экономику другое дело что это не было отработанная модель полностью выявленная там с массой сложностей от природно-климатических нашей страны там до соревнований двух систем и так далее гипер промышленный военный комплекс по необходимости потому что в нашей стране за всю тысячелетнюю историю почти не было годов когда бы не было войн и так далее да все это понятно но на самом деле тогда вырисовывался этот проектный метод с нашими выдающимися генеральными конструкторами и это по сути авторская экономика авторская хозяйство что это значит а это значит что если мы сегодня хвалимся что мы там первые космические извозчики то в начале это стоят авторы гении курчатов королев келдыш то есть люди которые все это увидели вообразили воплотили в проект построили абсолютно конкурентоспособно и мы сейчас уже потом через по сути 60 70 лет мы пользуемся плодами вот той авторской задумки разве это не проектная экономика развития когда кардинальное преобразование происходит тех сфер за которые берутся такие генеральные конструктора а что сегодня а сегодня все генеральных конструкторов вырезали инженерное все сословие вырезали пришли минагеры финансисты и так далее которые совершенно не понимают они просто не понимают природа откуда что берется вот чем проблеме и политруки сами они консервные банки в данном случае не на колесах если возвращаться и васич к вашему примеру с теми же ракетами носителя ракетами носителя которые сейчас приносит российской федерации валютные доходы так это же группа гирт тридцать четвертый год фактически начинает вперед на марс вперед на марс а еще раньше и представьте какие будут представьте сейчас вот мы возьмем так бы телевидение такое выхватил бы картинку тридцать четвертый год и показала бы ее на свидании нынешнего правительства я представляю какой бы стоял богат просто бог искали ну шизики придурки куда-то на марс там грязные немытые не чесаные возможно в каком замерзающем подвале и так далее там помещение долго искали для гирды и так далее да все вот чем проблема они не понимают что из этого тридцать четвертого года из этого потешного гирда сегодня они получают бабло как они говорят то же самое мне всегда весело когда кто-то рассказывает что-то такой какой-нибудь такой серьезный товарищ рассказывает вам как он там серьезной динамики мировых там цен что-то он выстраивается туда-сюда по нефти и мне просто смешно потому что допустим гениальный салманов который при обские месторождения как таковые явил советскому союзу гениальный советский союз который в гроху в болото тюмени триллиона долларов те кто еще долларов они нынешние а те кто сегодня стригут купоны они надув щеки с умным видом рассуждают они не понимают вот этого всего цикла что начинается с чего как нет того что салманов вопреки всем с выграем по партийной линии пошел из новосибирска свое нгд у геолого-разведочную партию стал перекидывать под сургут где он сказал там большая нет когда говорили все там все там соответственно бурили там никакой нефти нет но из того казалось бы смешного конфликта частного бытового там партийного и так далее вот из того шестьдесят второго года родились сегодня 500 миллионов тонн нефти я вот надо сказать специально читателям что он когда начинается развитие западной сибири тюбинской 66 год 66-73 когда нет залетает этот регион считался 1 считался не нефтяносным салманов доказал что нефтяносно дальше этот регион 66 году когда начали осваивать считался не осваиваем озера болото было применено все сама передовая техника транспортные самолеты передовые методы строительства блочномодульные методы строительства новые формы организации труда вездеходы все лучшее что он имел советский сысм кинул туда и освоил то есть если бы не героическое усилие вопреки всем экономистам вопреки всем там признан специалистам сейчас бы не было принесла который живет российской и мне важно на этом показать на самом деле что вот это проектная экономика развития который нам сегодня делать как уже готовую модель она родилась тогда и мы просто вместо того мы все вместе я здесь не отличаюсь от греха нет кого мы вместо того чтобы тщательно бережно анализировать наш уникальный советский опыт и вообще наш исторический опыт том числе промышленной индустриализации дореволюционной и индустриализации 30-х годов индустриализации 60-х 70-х годов мы вместо того чтобы это тщательно бережно изучать и понимать прошу прощения откуда так сказать что берется потому что просто так даже кошки как говорят не родятся понимаете а мы хотим а какая неолиберальная идеология так сказать вот это их вот экономистов в кавычках уже по сути они говорят о том что если мы создадим какие-то условия инвестиционную привлекательность какие-то там индексы неважно там какому-нибудь фич или там муди или еще кого-нибудь неважно да то вот мы когда создадим условия государство даст условия то бизнес начнет там создавать как так сказать труженик начнет что-то нарабатывать удивительно общественное богатство и все зацветет и вот это и есть неадекватность потому что убирает как вот это парадоксально казалось бы либеральной идеологии она построена идеи индивиду на идее его творческой мощи ну по сути своей на предпринимателе как творце и так далее здорово но так ты открой секрет то в генеральном конструкторе если ты не создашь мощную систему авторского конструирования того что сегодня нет но того что завтра будет представляете если кому-то в 62 году кто-то бы салманов сказал ребята вы поезжайте в нынешний ханты-мансийский автономный округ и посмотрите как там от ханты-мансийская до сургута на хорошем джипе за три часа вы по прекрасной дороге пробьете я еще застал в 90-м 91-м году когда я в тюмени ждал рейс очередной в там ханты-мансийский округ и там между собой девушка переголазить опять замерзли говорит на перегоне там замерзла машина и так далее тому подобное то есть сегодня супер качественная жизнь ханты-мансийском автономном округе слава бог да понятно что за счет цен на нефть и так далее но построен уникальное прекрасное по сути московского качества при уникальной рядом природе и так далее же сейчас втором году это представить было но представляли же кто организовывал начиная от салманова и геологов и те кто бурил и те кто говорил что здесь нефть и заканчивая тем кто все больше и вкладывал сюда средств понимаете вот это же удивительно да я предлагаю сейчас для наших уважаемых телезрителей зафиксировать первыми ты так экономисты не адекватно это что-то вроде средневековых мыслителей которые представляли что жизнь проявляется из мухи могут родиться из грязных тряпок черви родиться с белого мяса то есть мы создим условия все само собой как-то родится видимо из воздуха то есть если взять грязное белье в чулан бросить завтра родится жизнь появится мыши не важно не важно нет важно то что вот как бы вот рецепт конкретно сейчас мы находимся под власти средневековых маркобесов фактически это первое значит второе советский союз представлял себя в зародыше принципиально новую экономику проект на проект на экономика проект на экономика развития ну она напоминала наверно наверно современные от вовски первая принципиальная модель ну как не знаю мобильные телефоны каприя новича 57 года они не похожи были на нынешние технологии ушли вперед но тем не менее этот опыт и сейчас очень важно юрий васильевич его изучить без гнева и пристрастия ликвидировать власть секты экономистов но это да но я считаю что вот на самом деле два мэфа наших московских экономических форумов которым не посчастливилось участвовать фактически они уже по сути такой облик вот новые модели экономики почти сформулировать я надеюсь что вот будет марте насколько я понимаю в конце марта до будет 3 мэф и я думаю что просто там уже надо как бы это показать уже в чертежах в деталях в конкретных так сказать о том костях потому что в принципе все понятно первый пункт это ставка на свою фундаментальную науку как это ни странно потому что из фундаментальной науки из тех же алферовских изобретений и открытий появляются чипы появляются другие вещи и так далее и по-другому не будет мы конечно можем делать вид как американцы что мы откуда-то какие-то украдем секреты и что-то все построим да но мы прекрасно понимаем что при наших интеллектуальных возможностях и талантах наших людей мы его прекрасные наши фундаментальные пока еще оставшиеся науки у нас есть колоссальный задел для того чтобы через открытие через новое открытие физических принципов генерировать на самом деле по сути новые технологии новые поля практик новые промышленные системы это первый момент второй момент почему проектная экономика развития потому что основной проект проект это способность полагать как реальное то чего нет пока абсолютно нет но то что считается при определенных действиях должно быть виде организации системы деятельности труда то есть в этом смысле в мире сегодня нет дефицита денег вообще сегодня переизбыток денег сегодня в мире основной дефицит проекта потому что никто не понимает куда вкладывать либо я что разворуют и глупость либо нету я прошу прощения такого героического если хотите титанического представления о том что вот сюда вложим как в нефть 20-30 лет да и потом вся будет страна жить десятки лет нет таких героев а нужны и есть такие проекты можно их отдельно рассказать и экономика развития в том плане что мы должны исходно ставить вопрос в том числе о нашем суверенитете исходя из вообще мощности жизни потому что но каком суверенитете мы можем говорить если наш ввп из даже вот благополучные так сказать годы до из нашего ввп в десять раз меньше американского я уж не говорю там европейский союз и тогда если мы я понимаю что эти слова звучат чудовищные и так далее но если мы условно в десять раз не увеличим свой ввп то а какой независимости самостоятельности мировой политики когда рядом китай евросоюз сша япония латинская америка поднимающиеся и так далее а какой независимый суверенитете мы можем говорить мысли понятно кто будут первыми проект вот главное может быть сейчас вопрос который сейчас зададут наши зрители но я понимаю что в советском союзе году в 1924 мне 29 было не так уж много генеральных конструкторов но был сикорского небо туполев был инженер граф тиво еще был жив крыжановский было не так уж много и все-таки они сумели создать какую-то первоначальное ядро вот этих как говорится проектантов а если честно максим я вообще проблему здесь не вижу в каком плане я согласен с вопросом но я не вижу потому что все зависит от грамотно поставленные задачи вот когда в 30-е годы началась мощнейшая с колоссальными темпами развития и роста индустриализация то дальше как всегда ну уж чего чего я прошу прощения гениев и талантов в россии вот точно ушел так сказать в избытке появились совершенно уникальные вещи помимо генеральных конструкторов и авиация если возьмем там пушки и так далее до танки и прочее но появились и уникальные методы тот же грабин гений так сказать артиллерийского до дела он изобрел метод скоростного проектирования он сократил все что связано с проектированием пушки вот вы не поверите в том смысле что вы поверите я понимаю но я сам когда это произношу мне не могу это поверить от пяти лет вот все процедуры проектировать там согласование до трех месяцев с пяти лет до трех месяцев когда когда делали когда делали атомные проекты и космические проекты да особенно атомные где там вообще ничего даже никто не представлял ничего, то в Бауманке отбирали ребят двух, трех из ста мальчишек. И за 3-4 года делали профессионалов мирового уровня сверхкомпетентов. Поэтому прежде всего это задача. Мы должны, не надо, наверное, пеплом голову посыпать нынешнему руководству страны и так далее, но признать самому себе, пусть в тихой комнате, один на один, признать, что 25 лет неолиберальной экономики, это, по сути, практически полное убийство страны, всех творческих сил страны. Я уж не говорю о том, что это дальше идет в уничтожение суверенитета и в нашу катастрофу на геополитическом поприще и так далее. Это надо признать. И надо понять, что нужна другая модель. Эта модель должна не повторять, потому что, я говорю, Советский Союз только начинал это, но начинал блестяще, гениально, родился вот этот проектный метод. И нам нужно просто это понять, нарастить, усилить и уже в таком, как бы, отработанном виде, уже с таким колоссальным заделом резко запустить вот эту проектную экономику развития. И третий момент. Конечно, нужен призыв и генеральных конструкторов, и инженеров, и так далее. Мы с вами сейчас обсуждаем инженерную слободу в Переславле, в частности. Вот такого рода вещи нужны, но нужна политическая воля, нужно понимание. Потому что, понимаете, в чем дело? Ведь я еще раз повторяю, проблема-то в том, что если мы возьмем Салманова на правительство, поставим 64-го года кадр, они будут смеяться. А ведь ситуация в том, что мы должны смеяться на правительство, которое абсолютно беспомощно и ничего не может, потому что этими методами управления, они ничего реально, просто у них не получается. Ну что, ну кто такие все эти грефы, они управляют этим 18-го века. Даже хуже, в 18-м веке была активная экономическая политика, тот же протекционизм, эрикантилизм, простите. Но хорошо, давайте приведем конкретный пример. Я тоже хочу, чтобы наш зритель не мучился от некой безнадежности. Вот пример Владивостока. Кстати говоря, Юрий Васильевич, это тема Юрия Васильевича. Мы все слышали, как на предновогодней пресс-конференции, а, во время послания, простите, президент Путин сказал, что Владивосток будет порта Франка, свободный, свободный порт, ну как Одесса в своем время, видимо. На Востоке, в Корее, в Южной Корее все смеялись. Владивосток не входит даже, так сказать, в четвертый десяток портов Дальнего Востока. Есть мнение, так сказать, понятно, что Владивосток объявили таким порта Франка, потому что этого хочет группа Магомедов, по-моему, Сумма. Ну, соответственно, жена Дворковича, это, понятно, сестра братьев дагестольских владельцев этой Суммы. Понятно, почему, откуда растут туши. Но ведь есть же проект Юрия Васильевича Крупнова, который говорит, а зачем строить порт в Владивостоке, там же тупик. Ну, во-первых, порта Франка, по сути, даст небольшие дополнительные преимущества владельцам порта, но ничего не даст Владивосток. Это просто, чтобы, так сказать, понимать тоже про эту меру. Во-вторых, ведь кто знает, Владивосток — это полуостров, по сути, запертый, где все заперто, и даже доставлять из порта и в порт, соответственно, грузы, это тяжелейшая задача и проблема, которая нарушает жизнь всего города. Но главное, как вы правильно сказали, ведь вообще, когда был замечательный первый Владивостокский урбанистический форум, и там выступали выдающиеся корейцы, и они очень корректно, аккуратно, но, по сути, они говорили такую вещь страшную, говорят, ну, вы знаете, у вас нет портов, у вас нет. У вас портюсечки там какие-то, понимаете? Портовые пункты, понимаете, они их портов... Пусан — это порт, как там все любят говорить, Рабацкая деревушка, там, сто лет назад, великий порт, да, все. Вот он входит там в первую пятерку, а у вас там нету просто, у вас нету, а все каждый пытается какую-то свою живопырку, там, перевалки угля, где там вообще уголь вся эта, там, 100 долларов, тонну, условно, где-то 2 доллара идет, то есть это вообще копейки, но это грязь, там, пыль и так далее, тому подобное. То есть весь Дальний Восток утыкан вот этими портиками, портпунктами, так скажем, да, нет ни одного порта у нас, флота нет практически своего, а ведь порт — это же не причал и даже не склады там как таковые, и даже не режимы таможенные и так далее, да, не транспортный, даже логистический узел, а это дороги, чтобы привозить, условно, да, и, соответственно, дальше флот. То есть порт без дорог, без подъездов, подъездных дорог, без связей с регионом примерно в тысячу километров очень хорошими связями и без своего мощнейшего флота, по сути, океанического, да, порт он не порт, но это просто, так сказать, какая-то береговая линия. И что, опять нет. И в этом плане вот, конечно, прекрасно, как бы, говорится, что вот на Дальнем Востоке? На Дальнем Востоке надо делать порт. У нас уникальные лесные, морские и так далее биоресурсы, которые, по сути, требуют многих переделов, дают колоссальный дополнительный доход, но самый такой уж примитивный пример, это тот же минтай, который к нам завозят из Китая, после того, как его переделают, а мы продаем, так сказать, одно сырье, да. То есть, ну, а если взять марикультуру, тот же вот, допустим, Зарубино, там, Бухта Троица, Хасанский район, колоссальные марикультуры, колоссальные биоресурсы на дне моря, это один из богатейших в мире, вообще, так сказать, регионов, и эти биоресурсы можно и надо перерабатывать, и строить город биоэкополис, соответственно, я его называю Хасан-2, потому что ДВО РАН, вот здесь фундаментальная наука. Дальневосточное отделение. Дальневосточное отделение Российской академии наук, они 40 лет разрабатывают, конечно, вначале для подводного нашего флота, для нужд обороны, разрабатывают уникальные технологии по физиологически активным веществам, по различным оргсинтезам, по тому, как, соответственно, и превращать, казалось бы, вот, допустим, одно из направлений, клетчатка в три раза дешевле стандартной из водорослей. Клетчатка сегодня называют золотым, так сказать, золотом 21 века, то есть это уникальный, универсальный продукт. То есть, в принципе, вот берем биоэкополис, город, производство, помимо транспортно-логистического, рядом с портом Зарубино, приработка биоресурсов, все технологии есть. Значит, дали рыб в ТУЗ, учебное заведение, приспособило максимум технологий по этой переработке, переделу биоресурса, от стандартной рыбы, кальмара до там тонких вещей. Все, все есть. Нету проекта и не проходит никак. То есть, нету проекта на государственном уровне, никак не принимается, никуда не проходит. Порта нет, порт, никто не понимает порт. Это будем делать туда, три транспортных коридора в Приморском крае, туда-сюда, все классно, ля-ля-ля, бла-бла-бла. Нету одного проекта, который будет кормить и Приморский край, и Дальний Восток, и Россию, и так далее. Теперь берем ту же нефть. Вы правильно совершенно сказали. Ведь на самом деле с падением цен на нефть мировой, и до падения, но с падением это просто очевидно, нам нужно строить, как прекрасное слово придумал Юрий Вячеславович Громыко, мой учитель и мой друг, это нефтеразвитие. Нам нужно, то, что сегодня в мире нефть уже не является основным, по сути, стандартом стоимости. Нефтепродукты, причем высокой переработки, там до молекулы, как на свободной зоне экономической Джуронг, на острове около Сингапура и так далее. Нам нужно, по сути, развивать каталитическую промышленность. Нам нужно эту нефть превращать в уникальные оргсинтетические продукты, от там каких-то обычных фракций, масел и так далее, до суперпластмасс и всяких рода других. Кстати, не случайно, ведь Менделеев, когда он писал, что это топить нефтью, это то же самое, что сжечь ассигнации. Но ведь на самом деле в Советском Союзе были колоссальные заделы по альтернативному использованию нефти, вплоть до белков и так далее и тому подобное. Надо это делать. Надо сегодня разворачивать нефтеразвитие. Это колоссальная индустриальная задача. Понимаете? И я могу так, Рослазер там, другие. Нет, но в конце концов авиапром. Ведь авиапром в Советском Союзе 40%, ну там можно спорить хорошо, но 30 минимум процентов мирового рынка занимал Советский авиапром. Мы сегодня, несмотря на развал СССР, Российской Федерации, одна седьмая часть мировой суши, самая большая по-прежнему в мире страна. Нам связанность страны и элементарные все транспортно-логистические задачи без мощнейшей авиации не осуществить. И опять же, я пробиваю, допустим, Минавиации, Министерство авиации и так далее, но ничего не пробивается, потому что даже не с кем это обсуждать. Вот в чем проблема. Я хочу показать вам, дорогие мои телезрители, что вот, посмотрите, вы видите тип человека, который сейчас нужен. Проектант. Поставьте того же Юрия Васильевича Крупного на юг Приморского края, там, где биоресурсы богатейшие, там, где уже, кстати, очень сильная чеченская община, там уже фактически в районском районе, в районе Чечни образовав. Но тем не менее, там можно поставить порт и биоокеополис и вообще сделать территорию развития. Вот человек, который может быть проектантом. Юрий Васильевич, совершенно с вами согласен. Но давайте посмотрим. Давайте посопоставим наше мнение. Мнение-то у нас одинаковое. Мы оба сторонники проектной экономики. Главлазер, там, Россия 2045, победа над смертью, новая энергетика, это я могу добавить. Но каким образом мы можем привести к власти таких проектантов? Ну, вот, не знаю. Мое-то мнение все знают. Я считаю, что, видимо, вот эта система должна дойти до логического завершения. Я считаю, что политическая лога не появится. Должен сначала состояться очень резкий удар земли. Опасно. Но другого выхода нет. Я считаю, что Владимир Владимирович правительственник Медведева не будет менять до последнего. Вы знаете, если честно, меня это вот совершенно не интересует. Просто совершенно не интересует. Потому что я считаю, что основная проблема в том, что мы все, в том числе и я сам, мало работаем над проектом. Потому что я более чем уверен, что что-то развалится или не развалится. Или вдруг у кого-то однажды утром появится политическая воля. Вдруг птички запоют на деревьях, и появится политическая воля. Все равно проблема только одна. Нужны уже в максимальной степени готовности проекты, развития и проектные команды. Поэтому я считаю, что власть сегодня, это власть проектности. Вот как вы меня не убеждаете, что власть это рычаги, это доступ к бюджету и так далее. Ну, конечно, опять, для детского сада это действительно так. Основная проблема сегодня, это дефицит проекта. Поэтому меня этот вопрос, вот честно, вот я еще раз повторяю, не волнует. Но, но, это не означает, что не нужно в рамках закона организованную политическую силу. Я считаю, что вот, в частности, партия делала мне страшно симпатичной, Константин Анатольевич Бабкин. Чем? Именно тем, что это люди, которые, во-первых, умеют не ломать, а строить. Это в наше время уже бесценное преимущество. А во-вторых, вот благодаря тому, что Бабкин, по сути, вот придумал этот МЭФ и два уже МЭФа провел, сейчас третий будет проводить. Здесь у нас фактически ворисовывается эта новая мандель. И я, понимаете, мне даже не важно, как оно там конкретно, она реализуется. Почему? Почему? Не потому, что я безответственно к этому отношусь, а потому, что я абсолютно уверен, что никуда все не денутся, все равно придут и будут это делать. К сожалению, жалко, что за счет колоссальных потерь, не только экономических, но что мы видим на юго-востоке Украины и человеческих. И не дай бог, это будет усиливаться. Потому что это все, в том числе и юго-восток Украины, это вопрос отсутствия нашей проектной экономики развития. Я говорю, вот у меня сейчас проект, мы разрабатываем большой Донбасс, как можно было бы вместе с Украиной, как это все не чудовищно звучит, как можно было бы развивать и Донецкую, и Луганскую, и Ростовскую области вместе. Но ведь, я вот думаю, представьте, представим бы, присоединились Донецкая и Луганская, допустим, к Российской Федерации. Я сейчас не... Вот присоединились бы, да? Человек на семья. Нет, представьте, что бы первое было. Первое бы было, наши олигархи бы закрыли все шахты и выклили бы шахтеров на улицу, как это сделали в Ростовской области. Ведь они стоят затопленные в Ростовской области. Поэтому, пока Россия будет вот в таком формате, когда, казалось бы, важнейшие геополитические действия, они в итоге будут приводить к смешным или вообще ужасным последствиям, понимаете? Мы ничего не добьемся, поэтому нет проекта. Никто не может помыслить, а как вообще, что делать, что делать с углем, когда в мире сегодня, по сути, начинается угольная революция, газификация углей, как базовый процесс. Извлечения из угля стольких веществ. Стольких веществ, то есть экономика углерода, по сути, экономика водорода, экономика углерода. И это колоссальная, так сказать, перспективнейшая просто сфера, вот, которая дух захватывает, представляя и прорабатывая детали какие-то. Нет. Вместо этого, вот я говорю, представьте, вот вошла Тонецкая и Луганская, и первым указом нерентабельные шахты закроем, и так далее. Вот это не экономика. Это, на самом деле, убийство в итоге людей. Это убийство всей хозяйственной жизни. Поэтому все-таки я считаю, что никуда от ПЭР проектной экономики развития не деться. И в этом смысле спокойно ко всему отношусь. Понятно. Спасибо, Игорь Васильевич. А в заключение хочу сказать, что у Хайнана есть фантастический рассказ, про роман «Пройдя долине спиртной тени», где герой видит процветающую Америку. Но год с чего началось процветание, год, который вешали адвокаты. Я думаю, что мы когда-нибудь доживем до года, когда экономисты будут устранены, собственно говоря, от власти. Ну, а вот самой власти хочется сказать, что грандиозный план ГЭВРО, который положил начало проект экономики Советского Союза, он фактически был в основных чертах разработан еще и Николая II. Но вот у Николая II оказался дефицит политической воли и праведности. Поэтому план ГЭВРО реализовался уже после Николая II, и он его уже не увидел. Ну, кажется, сказка ложь, то не манек. Это существует, дорогие все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok